здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео вот мы выгнали мамочку на выяву сейчас пойдем к деткам сделаем у кого железо колоть будем суефировитом нам понадобится марки чтобы отмечать поросяток проколотых шприц 5 кубовый суефировит первый вопрос во первых когда на пятый день у поросят заканчивается запас собственного железа в крови а так как свиноматки по молоке железа совсем немного там от одного до полтора кубика они в сутки получают всего-навсего то нужно пополнить запас для того чтобы набрать килограмм веса тратится где-то 50 миллилитров железа так как без железа в первую очередь будет страдать насыщением кислорода кровью и поросята будут хереть скажем так у них один из симптомов поменяется цвет лица они так розовые поросятки а так все видимые слизистые то есть пятаки ухи ну короче поменяют с красного цвета на с розового на белый это один первый признак того что происходит недостаток железа если сильно будет этот процесс разовьется то может закончиться и смертью поросенка будет отдышка хронический понос в общем для поросят в принципе в первые дни жизни очень важно сделать вовремя держи прививку железом насытить его организм железом при рождении он получает всего 50 70 миллилитров железа у него в организме этого хватает на 35 дней буквально рост быстро идет поэтому колем обязательно в принципе 5 миллилитров надо вколоть будет но можно сделать два приема если поросенок маленький он так чтобы большой кабан я ему в пару сразу пятерку и в принципе все под пятерку суть в том что колоть можно либо за ухо либо в паховую зону вот как вы только что видели в ляжку грубо говоря поросята переносит это очень легко поэтому не надо думать что им больно и не больно они радуются этому даже иногда тащатся секунду единственное конечно свиноматку лучше убрать и я вот сколько смотрю часто смотрю и вижу как люди заходят свиноматка килограмм на 200 сидит и они начинают колоть поросят все может закончиться плачевно свиноматка первых неделю две а то и три ведется очень как скажем с ярко выраженным материнским инстинктом она вас может просто сожрать поэтому не балуйтесь где-нибудь и вы видите хотя бы потому что если делать у кого не очень скажем так первый раз по нему это мораль как резаны и это может закончиться плачевно для поросяток не то для вас да потому что свиноматка разъяренная в общем я не рискую всегда давай сыноватку убираю на улице перегнать в коридор сара если так нет возможности на улицу всегда хорошо у кого мы повторим на десятый день сейчас четвертый пошел кучу соседи восьмое 5-6 они родились там первого числа после обеда в общем как раз пять дней нормально вообще 3-5 дней можно колоть уже трошки передержали из-за того что не было времени но 5 дней в пятый день это уже критично надо колоть обязательно если на третий можно еще подождать в принципе ну как бы не смертельно так же можно делать уколы не сразу допустим 5 кубов совсем маленький но я не думаю что меньше уже могут быть тут размер у нас в принципе средний даже не огромный я бы сказал средний даже есть ниже среднего два штуки тут рахида бегает я не знаю может сейчас по троечке в колю чтобы не репнули просто в общем я знаю что есть методы насыщения пятью уколами знаете возить с ними пять раз два раза вполне будет достаточно за два раза вообще хватит и 5 кубов ввести один раз но мы сделаем два укола поэтому чтобы лучше да если они колоть железо поростятки плохо растут болеют у них одышка они кашляют чихают пердят иногда даже обсыраются есть хочу начали обсираться срочно колоть хуже совсем плохо все если еще кашляет тому же просто сюда ворова попало бесполезно ждать чего-то хорошего рыжик смотри бабушка ну и не девочка тем более не на эти портелок на развод смесь дюрка ландраса и петрена с ярко выраженной петренскими характеристиками будет такой шапата мохнатый а судя по бабушке будет очень хорошая сильно матка но за и гном мелкий он спрятался гномяра ему трешку в колено а второй раз пятерку уже то не имею до когда был второго с кого давай гномика поймаем гномики сюда ой ты масенький какой давайте гномика сейчас уколем за ушком илюха уколешь за хоботу так возьми его и оттяни хоботом молодец вот так колем за ухо шкуру взяли в жму ему как бы ему кстати не больно поэтому не не бойтесь то ладно понравилось наверно ничего скоро вторая доза будет не переживай за ухом тоже можно если сильно маленький а еще по поводу суефировита и железо содержащих можно кстати насыщать железом просто молоко добавлять порошок есть продается ну самый оптимальный конечно спортом простой это укол неизвестно сколько он съел когда и постоянно переживать что он не доел там не добрал такое занятие мы же профессионально хотим заработать денег вырастить поросят классе поэтому однозначно укол быстро дешево и сердито вот этой упаковке хватает тут 100 миллилитров 150 на даже суефировита 100 хватает по 5 это на сколько инъекций на 20 инъекций правильно это как раз мне 10 поросяток два раза хватит не испортится не будет застаиваться вот это все будет а вот сиди смотри все оси типа я не поделал тот зарылся еще один ничего найдешься в общем такие вот дела все это делается быстро я в реальном времени специально показываешь вы понимали насколько это все просто единственное что лучше поможет хотя помощники не обязательно помощник держит камеру и маркирует этот самый спину по большому счету можно было обойтись и самостоятельно камеру на штатив поставить а спину отбрасывать другой в ящик какой-то отбрасывать но обязательно запомните обязательно прививка вот на фермах начинает там кокцидиоз там что там только не вот это да а на сутку хорошая камняшка от кокцидиоза кольят ну это от поноса грубо говоря что только там поэтому наверно может ударилась а может нутряк посмотрим сейчас это девочка чем мальчик это не очень хорошо кстати это делать скорее всего водянка это не нутряк а ну давай подержи в принципе а что там у нас все поможет ну давайте сейчас вытащимся все крашенки все крашенки вот в принципе и все вот такая несложная операция поросятки счастливы у кого получили довольны их на ихняя жизнь теперь пойдет гораздо быстрее не будет и активнее веселее и кушать лучше и расти поэтому обязательно делайте эту важную процедуру все не сложно смотрите мои видео подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комменты всего доброго